Сейчас мы с вами обратимся к композиционному портрету 70 на 100, который мы сделали с живой натуры. К нам приезжала Ирэн, наша подруга из Соединенных Штатов Америки, и нам позировала множество-множество набросков мы с нее сделали. И потом в конце композиционный портрет. И мы этот композиционный портрет назвали «Несбыточное обещание». И вот самым таким изюминкой в этом портрете будет, конечно же, не серебро, не головной убор, а вот здесь яблочко она держит в руках. Поэтому мы сейчас очень быстренько с вами напишем это яблочко. Давайте. Изумрудка, лимонка. И вот яблочко нам позирует, и мы очень быстренько с вами, легко и просто, давайте еще-еще-еще изумрудочки чуть-чуть больше. Вот цвет хороший. Итак, давайте вот размер яблочка посмотрим вот между большим пальцем и указательным, и заодно перебьем вот эту линию, которая очень, ну как сказать, навязчиво смотрится, а мы его небольшим сделаем. Вот. Яблочко она держит между двумя пальцами, и все помним, да, что такое яблоко по Библии, да, как Адам и Ева, да, распоряжались яблочком. И вот мы летящей кистью, потому что у нас уже все сухое, сухой живописный слой, мы вот так вот по поверхности легко и просто. Кратер, не забываем про кратер, вот он. Кисточка колонковая, Плоская. И вот смотрим, да, как у нас пойдет все. Собственную тень. Вот даже, если где-то ошибочку сделали. Вот. Чуть меньше его сделаем, потому что вот здесь еще один пальчик выглядывает. Вот оно. Вот так. Сначала светотень. Легко и просто. О. Хорошо. Вытираем кисточку. Теперь изумрудка, араратик, дадим собственную тень. Вот здесь под пальчиком. Вот так. И вот сюда, вниз, вниз, вниз. Вот, чтобы тот пальчик был виден. И немного заворачиваем, как месяц, да, пойдет собственная тенька. Вот она. И вот больше и не надо сильно мочить, да. И вот здесь, конечно, будет собственная тенька. В кратере. Все. Мы теперь спокойно с вами движемся к плутону и к свету. Вытерли. И опять лимончик белило. Чуть-чуть изумрудочки. И начинаем вырабатывать прекрасный свет. Так. Главное, чтобы вам яблочко позировало. Смотрите. Кратерчики. Вот здесь сначала будет, да. Немного света. Немного света. Мы дадим еще чуть-чуть больше изумрудочки, потому что свет холодный. И пошли вырабатывать вот отсюда. Пошли вырабатывать мазочки. Вспоминаем, что мы ученики Михаила Врубеля. И вот такими маленькими мазочками начинаем вырабатывать свет. мягенько переходим вот сюда. Посмотрите. Как хорошо, когда у нас в руках десятка плоская колоночка. А ты знаешь, что это не колонок? Это красный соболь. Красный соболь. Ого! Ему надо посвятить картину этому красному соболю. Да. Это ты нашел где-то, да, что это красный соболь? Да, да. Это красный соболь. Это вот у немцев. Ты в Германии, да, я купил? Да. Хорошо. Смотрите, слишком уж желтоватая. Нам надо все-таки больше изумрудочки, чтобы приблизиться. Или знаете чего? Давайте попробуем. Голубая ФЦ с лимонкой. Ну-ка, давайте попробуем. такой цвет. Чуть-чуть похолоднее его сделаем. О! Вот это лучше. Знаете почему? Потому что у нее головной убор и узор вот этот, он такой какой-то изумрудненький. Давайте еще тогда побольше изумрудной возьмем. в разбили и еще парочку мазков поставим светленький. лимонка. Вот они. Вот они. Вот такой. Так, секундочку, мне еще что-то хочется сделать. Полутончик слабенький. Давайте полутончик дадим силу полутончику. изумрудка. Так, изумрудка. Лимонка. Поменьше белил. И двигаемся к тени, но на теневую сторону не заходим. Еще немножко потемнее пойдет вниз. Вот сюда вниз пойдет. Ох! Движение. Так. Можно вытереть и чуть-чуть разметать вот так сухой кистью. Разметаем, чтобы яблочко было съедобное. следующее движение. Давайте за мной. Охра светлая белила. Все знают, что полутон закругляющий надо делать охрой светлой белилой. Давайте попробуем. Парочку миллиметров у нас. Вот лучше сверху, потому что рядом с ногой можно и рядом с ногой вот так сделать. Завернем яблочко. Можно даже немного вниз парочку мазочков дать. Хорошо. Вот смотрите, оно такое вяленькое. А мы сейчас с вами давайте лимонка берем. еще. 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 Делаем глянцевым его. Только не размусоливаем, а мазочки делаем очень тихие и очень отдельные. Вот уже оно у нас начинает быть съедобным. смотрите. А теперь блячок. Чистый береток. Скажи, а хвостика не будет? Хвостик сделаю, только если ты мне дашь. Тоненького колонка. Вот у нас есть тоненький колонок. Давайте лачок. Марс и вот хвостик. Просто Марс или Московский просто Марс. И вот и сразу этим же Марсом как будто бы от него есть от этого яблочка падающая. Вот так. Хотим охра светлое обелило череночек. Чуть чуть. Намекните, что у него есть свет. Вот. Что еще можно сделать? загреть вот туда. Поджать ничего не надо. Подрезать не я вот что-то решила не поджимать, потому что мне нравятся эти мазки, которые сами по себе работают как узор. Даже можно еще больше мазочков поставить, как будто бы это яблочко сделано из драгоценных камней. яблочко вот что еще здесь смотрите теперь надо сделать теперь надо сделать вот у пальчика тяжеленький мазочек Марсом как будто он держит пальчик этот видите и вот где смотрите вот у этого пальчика дать как будто бы падающая тень от яблочка идет видите это уже пространство работает вокруг яблочка и вот теперь совершенно другой контекст здесь если она держит яблочко значит уже дело пойдет на то что человечество будет иметь продолжение рода отлично отлично